Страсти вокруг Потемкинской закипели еще летом. В разгар туристического сезона здесь вовсю шли строительные работы. Чиновники спешили успеть до холодов, но, как видите, не успели. 23 мая 2016 года одну из главных достопримечательностей Одессы начали реставрировать. Работы должны были проходить в два этапа – до мая 2017-го. На время морозов Потемкинскую должны были законсервировать. Расковыряли и бросили этот рапушняк. Вот заснимите ширину этого камня, который убирают и выбрасывают, или куда его унесут, в каких целях его будут использовать. И вы смотрите толщину этой плитки, которую будут ложить. А качество мы увидим. Я боюсь, что качество будет такое, как на бульваре. Я здесь живу всю жизнь и гуляю каждый день. И я вижу эту каждую трещинку, мне больно и обидно, что на это потрачены наши деньги. Реконструкторы обещали – ремонт, в первую очередь, будет направлен на укрепление фундамента Потемкинской и борьбу с коррозией ракушечника. Со стороны фуникулера появится новая подпорная стена и будет проведена гидроизоляция лестницы. Ее внешний вид измениться не должен. Будет сохранен аутентичный вид лестницы. Ступени гранитные останутся ступенями. Штукатурное покрытие будет такого же цвета, а вместо асфальтобетона, который сейчас на площадках, будет специальное мозаичное покрытие серого цвета. Совсем недавно моя коллега Ирина Рогозянская показала вам страшные кадры. В сводах Потемкинской обнаружили свалку, ночующих бездомных и даже человеческие останки. После нашего сюжета мусор из галереи начали вывозить. Ремонт – это одно, а архитектурная реставрация – это совсем другое. На реставрацию люди должны понимать в этом что-то. Что они сделали? Они поломали наш шедевр. Потемкинская лестница – одна из главных достопримечательностей нашего города. Она была построена еще в 1841 году. Является памятником архитектуры. Первоначально лестница называлась Гигантской, позже Приморской. Потемкинской ее прозвали после выхода на экраны фильма «Броненосец Потемкин». Жаль, что одесситы могут ее потерять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова